здравствуйте дисциплина история физики и тема урока фотоэффект по плану мы рассмотрим три вопроса первый вопрос столетов инштейн их биография второй вопрос открытие электрона представление атомистическом строении электрического зарядка и третий вопрос по зависимости масса электрон от скорости и здесь открытие томсона абрагом и и так фотоэффект это явление вам известная фотоэффект или фотоэлектрический эффект это явление взаимодействия сетой или любого другого электромагнитного излучения с веществом при котором энергия фотонов передается электронам вещества в конденсированных то есть твердых и жидкость жидких веществах выделяет внешний то есть это поглощение фотонов сопровождается вылетом электрона за пределы тела и внутренний то есть электроны оставаясь в теле изменяет в нем свое энергетическое состояние то есть фотоэффект бывает внешний и внутренний фотоэффект в газах состоит ионизации атомов или молекул под действием излучения и так законы внешнего фотоэффекта и их у нас три первое формулировка первого закона фотоэффекта или закон столетов мы говорим сила фототока насыщение прямо пропорционально интенсивности светового излучения согласно второму закону фотоэффекта максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности третий закон фотоэффекта для каждого вещества при определенном состоянии его поверхности существует граничная частота света ниже которой у фотоэффект не наблюдается эта частота и соответствующая длина волны называется красной границей фотоэффекта вот перед вами этот рисунок через которые протекает явление фотоэффекта теоретическое объяснение этих законов было давно в 1905 году энштейна согласно ему электромагнитное излучение представляет собой поток отдельных квантов или мы еще называем фотонов с энергии ашню каждый где аш это постоянная планка при фотоэффекте часть падающего электромагнитного излучения от поверхности металла отражается а часть проникает внутрь поверхностного слоя металла и там он поглощается поглотив а тон электрон получает от него энергию и совершая работу выхода а покидает металл энергия которая имеет электрон при вылете из металла внешний фотоэффект был открыт в 1887 году генрихом герцем при работе с открытым резонатором он заметил что если посвятить ультрафиолетом на оценковые разрядники то прохождение искры заметно облегчается в 1888 годах 1990 годах фотоэффект систематически изучал русский физик александр столетов опубликовавший шесть работ им были сделаны несколько важных открытий в этой области в том числе выведены первый закон внешнего фотоэффекта о котором только что мы прочитали в работе энштейна содержалась важная гипотеза если планк в 1900 году предположил что свет излучается только квантовыми порциями то энштейн уже считал что свет и существует только виде квантовых квантовых порций из закона сохранения энергии при представлении света в виде частиц или фотонов следует формулах энштейна для фотоэффекта я думаю вы эту формулу помните в 1923 году миликен был удостоен нобелевской премии в области физики за работой по определению элементарного электрического заряда и фотоэлектрического эффекта александр григорьевич столетов родился он в 1839 и умер в 1896 году это русский физик заслуженный профессор императорского московского университета получив получил кривую на магничивание железа это в 1872 году систематически исследовал внешний фотоэффект это 800 1888 1890 годы открыл первый закон фотоэффекта исследовал газовый разряд критическое состояние и другие явления основал физическую лабораторию в императорском московском университете и так расскажем кратко его биографию родился в семье небогатого купца владельца бокалейной лавки и мастерской по выделке кож григорий михайлович столетова его мать александра васильевна происходила семьи купцов подлежая в их города кассимово тамбурской губернии будучи образованной женщиной сама готовила своих детей а их было шесть к поступлению в гимназию обучая их арифметике русскому языку его брат николай григорьевич стал видным военачальником александр свои четыре года научился читать а впоследствии проявлял интерес к литературе выпуская во время учебы в гимназии рукописный журнал учился во владимирской гимназии это вот 1849 1856 года окончив гимназию золотой медалью поступил на физико-математический факультет императорского московского университета казёнок кашотный студентом где обучался у профессора спасского кстати книга истории физики именно написано спаски в 1860 году окончил курс с отличием и был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию с лета 1862 года до начала 1806 года по специальности пиндий пожертвованы университету профессорами сергеями константином рачистскими проходил стажировку за границей занимаясь физикой сначала гейденбурге потом геттинген гене берлине париже и наконец опять гейденберге в лаборатории георга германа киргофа первый своей научной работе установил что диэлектрические средства свойства среды не влияет на электромагнитное взаимодействие проводников электрического тока кирков его называл самым талантливым учеником с февраля 1866 года начал в императорском московском университете чтение лекций по математической физике и физической географии 15 февраля 1869 года московском математическом обществе прочитал свою магистерскую диссертацию на тему общая задача электростатики и ее приведение к простейшему виду а в мае 1869 года блестяще защитил ее с июня и и это же года доцент по кафедре физики в 1870 году на квартире столетова еженедельно стал собираться физический кружок в 1871 году столетов снова отправился на за отраза за границу где пробыл около полугода работа в лаборатории кирков на докторской диссертации на тему исследование о функции на магничивание железа который защитил в апреле 1872 году как видите ребята столет очень быстро делают свою карьеру в июне того же года был утвержден экстраординарным профессором а в 1873 году ординарным профессором 1872 году по его инициативе и при непосредственном участии была организована первая в россии учебно-исследовательская физическая лаборатория непрерывно занимая своим любым любимым предметом физикой столетов умел возбудить интерес к этой науке и своих многочисленных учеников большую часть университетских профессоров физики были его учениками у студентов считался он строгим преподавателем следующий ученый альберт энштейн он родился 14 марта в 1879 года в южно германском городе ульме небогатой еврейской семье герман энштейн и паулина энштейн отец и мать ученого летом 1880 года семья переселилась в мюнхен где герман энштейн вместе с братом якобы основал небольшой фирмы по торговле электрическому оборудованию в мюнхене родилась младшая сестра альберта мария начальное образование альберт энштейн получил в местной католической школе по его собственным воспоминаниям он где он в детстве пережил состояние глубокой религиозности которое оборвалось 12 лет чтение через чтение научно популярных книг он пришел к убеждению что многое из того что изложено библии не может быть правды а государство намеренно занимается обманом молодого поколения все это сделало его больно томца навсегда породило скептическое отношение к авторитетам кроме того по инициативе матери он шести лет начал заниматься игрой на скрипке увлечений музыкой сохраняясь у энштейна на притч на протяжении всей жизни энштейн 14 лет гимназии ныне эта гимназия имени альберта энштейна в мюнхене находится он не был числе первых учеников исключение составляли математика и латынь укоренившаяся система механического заучивания материала учащимися которые он также говорил наносит вред самому духу учебу и творческому мышлению а также авторитарное отношение учителей к ученикам вызвало у альберта энштейна неприятие поэтому он часто вступал в споры со своими подавателями в 1894 году энштейны переехали из мюнхена в итальянский город папи близ милана куда братья герман и яков перевели свою фирму сам альберт оставался собственником мюнхене еще некоторое время чтобы окончить все шесть классов гимназии так и не получив аттестата зрелости в 1895 году он присоединился к своей семье в папе осенью этого же года альберт энштейн прибыл в швейцарию чтобы сдать вступительные экзамены высшее техническое училище цюрихе и по окончании с обучения стать преподавателем физики блестяще проявив себя на экзамене по математике он в то же время провалил экзамен по ботанике и французскому языку что не позволило ему поступить в цюрихский политехнику однако директор училища посоветовал молодому человеку поступить в выпускной класс школы в арау то есть в швейцарии чтобы получить аттестат и повторить поступление в сентябре тысяч в 1896 года он успешно сдал все выпускные экзамены в школе за исключением экзаменов по русскому и получил аттестат практика в октябре этого же года был принят политехнику на педагогический факультет здесь он подружился однокурсником математика марселем гроссман а также познакомился со сербской студенткой факультета медицины милеевым марыч на 4 года старше ему впоследствии ставший его женой открытие электрона представление в этом мастическом строении электрического заряда дата открытия электрона считается 1897 год когда томсоном был поставлен эксперимент по изучению катодных лучей первые снимки треков отдельных электронов были получены чарльзом вильсом при помощи созданной им камеры в 1749 году бенджамин франклин высказал гипотезу что электричество представляет собой своеобразную материальную субстанцию центральную роль электрической материи он отводил представление об атомистическом строении электрического флюида в работах франклина впервые появляются термины заряд разряд положительный заряд отрицательный заряд конденсатор батареи частицы электричества майкл фарадей ввел термин и он для носителя электричества в электролите и предположил что и он обладает неизменным зарядом неизменным зарядом гейнгольц в 1881 году показал что концепция фарадеи должна быть согласована с уравнениями максвелла джордж стони в 1881 году впервые рассчитал заряд одного лентного иона при электролизе а в 1891 году в одной из теоретических работ стонный предложил термин электрон для обозначения электрического заряда одного лентного иона при электролизе катодные лучи они были открыты в 1859 году юлиусом плюкером название дано эгеном гольдштейном который высказал волновую гипотезу катодные лучи представляет собой процесс в эфире бета-лучи в то же время анри беккери исследователь исследовал естественную радиацию и в 1900 году показал что лучи испускаемый радием который энцет резервфорд назвал бета-лучами имеет такой же удельный заряд что и катодные лучи в 1895 года джозеф джон томсон к венджерской лаборатории кембриджского университета начинает методическими количествами изучения отклонений катодных лучей в электрических и магнитных полях суть опыта и гипотеза существования материи в состоянии еще более тонкого дробления чем атомы томсон изложил в 1897 году в своем опыте томсон доказал что все частицы образующие катодные лучи дождественны друг другу и входят состав вещества за это открытие томсон в 1906 году получил нобелевскую премию по физике опыт томсона заключался в изучении пучков катодных лучей проходящих через систему параллельных металлических пластин создавшихся электрическое поле и систем катушек создававших магнитное поле обнаружено что лучи отклонялись при действии отдельных обоих полей а при определенном соотношении между ними пучки не изменяли прямой траектории это соотношение полей зависело от скорости частиц проводя ряд измерений томсон выяснил что скорость движения частиц гораздо ниже скорости света таким образом было показано что частицы должны обладать массой далее было выдвинуто предположение о наличии этих частиц в атомах и сложенном модель атома последствия которой она была развита в опытах резерфорда следующая тема это о зависимости масса электрона от скорости считается что первые попытки связать массу и энергию была предпринята в работе томсона который появился в 1881 году томсон в своей работе вводит понятие электромагнитной массы называет так вклад вносимую в инертную массу заряженного тела электромагнитным полем создаваемым этим телом в работах абрагама в 1902 год это и лоренца 1904 было впервые установлено что вообще говоря для движущегося тела нельзя ввести единый коэффициент пропорциональности между его ускорением и действующей на него силой ими было введены понятие продольной и поперечной масс применяемой для описания динамики частиц движущейся около световой скоростью с помощью которого второго закона ньютона так лорен своей работе писал следовательно процессах при которых возникает ускорение в направлении движения электрон ведет себя так как будто он имеет массу а при ускорении в направлении перпендикулярным к движению как как будто обладает массой величинами и поэтому и удобно дать название продольной и поперечной электромагнитных масс перед вами литература и в конце урока вопросы для закрепления их три первое расскажите о явлении фотоэффекта второй открытие электрона представлению это мистическом строении электрического заряда и третий вопрос открытие электрорадиоактивности на этом урок у нас закончен до свидания